Долго, но продуктивно. Так после пятичасовой работы о пленарном заседании скажут его участники. Ровно в 10 утра в зале 46 депутатов. Один за другим на трибуну поднимаются руководители коммунальника Зеленстроя Горсвета и Горводоканала. Их задача рассказать об этапах развития своих предприятий в течение последних двух лет. Из зала звучат вопросы и замечания. Львиная доля в адрес Водоканала. Тарифы растут, качество воды падает, разрывы на дорогах это вообще жах. Такое ощущение, что люди приходят, устраняют, а дальше уже это ваши проблемы. Понятно, что количество порывов было больше, стало меньше. Должен план ваших быть разрытий и соответственно сроки воздействия и должна быть коммуникация с людьми. Вопросы в частности по благоустройству, они действительно есть. Но есть также специфика устранения именно порывов. Как правило, все порывы устраняются по воде. Мы не устраняем по сухому, мы не отключаем водовода. Этого нельзя делать. К рассмотрению основной повестки дня депутаты приступают только спустя полтора часа после начала заседания. В перечне 119 вопросов. Первым слово берет секретарь городского совета. Своих коллег Степан Махсма призывает к партнерству с Европейской ассоциацией агентств местной демократии. В этом году уже третий город в мире, который присоединяется к данной ассоциации и второй город в Украине. Далее ряд докладов о работе постоянных депутатских комиссий. Оживление в зале вызывает выступление председателя профильной комиссии Владимира Курского. Мы проанализировали посещения и протоколы заседания наших комиссий по отношению к другим постоянным комиссиям городского совета и убедились, что наши члены нашей комиссии являются дисциплинированными. Наше присутствие на комиссиях и на сессиях составляет 89%. Спасибо за такой содержательный доклад, за ваше активное участие во всех сферах жизнедеятельности. Практически только комиссия, я так понимаю, работает, остальные все просто отдыхают. Рассмотрев за два часа девять вопросов, депутаты уходят на перерыв. Второй акт начинается с вопроса о запрете передвижных цирков, в которых заняты животные. Дискуссия затягивается. По словам директора юридического департамента Максима Пасько, несмотря на гуманность побуждений, законных оснований для принятия подобного решения у депутатов нет. На данный момент законодательно урегулирован данный вопрос, поэтому наличие таких цирков в городах, наверное, лежит в плоскости ответственности органов, которые отвечают за выявление этих фактов и предотвращение этого нарушения. В то же время инициаторы запрета акцентируют, они руководствуются не только законом о защите животных от жестокого поведения, но и законом о благоустройстве. В свою очередь мэр Мариуполя настаивает, подписывать незаконные решения он не будет и предлагает внести поправки в формулировку проекта решения. Я буду подписывать в конечном итоге эти решения, я вам могу здесь и сейчас пообещать, что таких решений я принимать не буду. Отправив решение о запрете цирков на доработку, депутаты поддержали вопросы о выделении материальной помощи девяти мариупольцам, проголосовали за покупку полицейского автомобиля стоимостью порядка полумиллиона гривен. Финальным аккордом пятичасового заседания стало рассмотрение земельных вопросов. Самый острый – о выделении 26 земельных участков участникам АТО. За него депутаты проголосовали единогласно. Валерия Романова, Виктор Зубенко, информационная программа «Зеркало».